Привет, мои дорогие друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал, и особенно в этот влог. Мне приятно, что мы сегодня или сейчас проведём время вместе, по крайней мере, несколько минут. И сегодня я решила снять влог «День со мной», но, посмотрев на часы, поняла, что полдня уже прошло. Но не все ещё дела переделаны, поэтому я возьму вас, конечно же, вместе со мной. Сегодня минимум косметики на моём лице. Должна сказать, что сейчас моя кожа в таком подвешенном состоянии. Знаете, я не знаю, что меня ожидает. То ли становится лучше, то ли мне чего-то ещё ожидать, каких-то высыпаний. Но вот пока так. Как есть, так и есть. Это, конечно же, какие-то пост-акне, какие-то пятна. Но, в принципе, чувствую я себя нормально. И сегодня даже я вот с таким вот минимум косметики на лице, потому что у меня только оформлены брови, плюс я нанесла точечно только совсем немного консилера. Сегодня по плану у меня было заняться немножечко спортом. Я понимаю, что на лукдауне я очень мало хожу и двигаюсь, плюс сижу очень много за компьютером. И нет абсолютно никакой вот такой активной жизни. Мы не так давно с Аннабелли ездили на велосипедах кататься, когда у нас стояла. Изумительная погода за окном было плюс 18, чувствовалась весна во всём разгаре. Но сейчас, конечно, опять стало попрохладнее, потому что март, как обычно, забывает, что он март, и начинается такая февральская холодная погода. И это была единственная активность за мои последние дни, поэтому я решила как-то поразмяться. Сегодня мы с девчонками дома одни, и я не хотела их оставлять одних дома, поэтому буду бегать дома. Дома, дома, дома. Наверное, лукдаунский такой период. Ключевое слово это дома. Вот. Но перед этим я хочу сейчас ещё убрать свой сетап. Он мне поднадоел. Обычно я его оставляю на несколько дней, зная, что я буду снимать либо какой-то макияж, либо что-то с чем-то связанное, что я буду его использовать, то есть не влоговое видео. Потому что постоянно его собирать, разбирать иногда занимает очень много времени, поэтому я его оставляю так на несколько дней. Но сейчас я понимаю, что он мне поднадоел. Хочется как-то освободить помещение, вообще освободить свой взор, чтобы мне ничего не мешало. После этого по плану у меня ещё сделать с вами салатик, наивкуснейший салатик из кускус, о котором я вам уже говорила. И даже в инстаграме, по-моему, как-то я выкладывала рецепт этого салата, но не уверена, все ли его помнят, все ли его знают. А зря, потому что упускать его из внимания, это не так уж и хорошо, поскольку он замечательный по вкусу, полезный, лёгкий и подойдёт всем, кто на диете, кто на ПП, кто просто, может быть, хочет сделать какой-то себе разгрузочный день, но опять же, поесть вкусно, с аппетитом и полезно. Как выглядит мой сетап, я вам показывала уже и рассказывала. В одном из влогов, тоже ссылочку вот здесь в верхнем правом углу вам оставлю, можете потом перейти посмотреть. Вот в эти дни я снимала именно в этой части комнаты, на моём белом фоне. Да, гладильная доска, вы тоже все знаете, это такой лайфхак многих блогеров. Я до сих пор принадлежу к числу, те, которые ещё пользуются до сих пор гладильной доской. Что ж, приступим и уберём, наконец, этот хаос. Продолжение следует... Продолжение следует... Это выглядит уже, конечно же, намного лучше. Что за освобождающее чувство комфорта. Вот этот фон я не трогаю, оставляю его всегда здесь так висеть. Это у меня обыкновенная ткань. Кстати, если вы интересуетесь, что это за фон, это обыкновенная ткань из магазина тканей. Я просто иногда езжу в такой магазин. Ну вот, расфокус! Что-то происходит какой-то жуткий расфокус, когда я хочу вам показать этот фон. Я его не убираю, потому что он очень быстро мнётся. И затем его опять разглаживать. Это ещё одна работа, которую я сама себе как бы делаю, понимаете? Поэтому я лучше всего его оставляю висеть. Тут у меня ещё стоит, кстати, сумяра. Да, целая сумяра. С пустыми баночками, часть из которых я вам уже показала в некоторых видео. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, я просто-напросто выброшу скоро вот эти вот баночки. Потому что некоторые уже не совсем актуальные. Некоторые я даже забыла, какой у них был эффект. Ну и в целом, по-моему, вы не так интересуетесь всегда именно пустыми баночками. Поэтому, скорее всего, я буду вам что-то вот периодически всегда показывать в каких-то, может быть, видео, что у меня закончилось. Но отдельная рубрика пустых баночек пока что у меня уйдёт немножко на второй план. Раз уж я начала здесь вам показывать, что у меня тут примерно лежит. Ну, вот эту шкатулку с бижутерией вы меня уже видели в моём влоге, где я вам рассказывала о своих украшениях, о своей бижутерии, которые я люблю носить на данный момент. Всё, что для меня сейчас актуально. Если хотите, то ссылку на это видео тоже вам здесь оставлю. Кстати, друзья, я вам, по-моему, даже не показала вот эту красоту. Это на самом деле скатерть на стол. А вот это в тёмно-сером оттенке. Вот мне сейчас кажется, что камера отлично передаёт оттенок. Я заказывала ещё перед Рождеством. Я использовала её на рождественском столе. Сервировка стола у меня была такая. Это, друзья, стопроцентный хлопок. Она имеет такой вот размер 140 на 320. Длинная скатерть. Вот особенно, если у вас длинный стол или если вы его раздвигаете, когда у вас много человек, например, то отлично вообще подошла. Потому что проблема моя была найти подходящую скатерть, которая будет не короткой. И я заказывала её в H&M Home. И поскольку она мне так понравилась, я заказала себе её ещё и в белом оттенке. Её даже ещё не использовала. Правда, просто распаковала, посмотрела, чтобы всё было более-менее нормально. Вот. И просто взяла её себе ещё на всякий случай, чтобы она у меня была. Если вам интересно, то ссылку оставлю вам под видео. Плюс она не такая дорогая, как обычно бывают там какие-то супер навороченные скатерти для столов. Поэтому имейте в виду, вот она мне очень понравилась. Что ж, теперь мы отправляемся с вами делать вкусненький салатик. А потом я побегаю на своей беговой дорожке. Я вам сказала, что буду бегать дома. А где буду бегать? На месте или как? Да, у нас беговая дорожка. Мы покупали её с рук ещё очень-очень давно. Наверное, лет 6 назад Саша её где-то нашёл. Ну, где-то на ebay, по-моему, он её нашёл. Я даже не знаю, что это за бренд. Но она неплохая, правда, огромная. Она всегда стоит у меня за моим зеркалом. Если я снимаю стори, например, зеркало, да или вообще влоги в зеркало, то вы видите иногда что-то такое непонятное, какие-то ручки и что-то чёрное торчит. Так вот это именно она. У нас нет места её куда-то поставить в другое место. Одно время она меня вообще бесила, потому что ей никто не пользовался, никто уже не бегал. А она стояла, занимала только место и пылилась. И я хотела её уже продать, отдать уже неизвестно куда. Но потом всё-таки через какое-то время ты обратно к ней возвращаешься. Ты опять начинаешь немножко бегать. И в такие моменты, когда, например, ты хочешь заняться спортом, а на улице непонятная погода и просто лень выходить именно под дождём, что-то бегать, заниматься какими-то активностями, то ты рад, что у тебя есть беговая дорожка дома. Да, но надеюсь, что в скором времени нам всё-таки удастся её куда-нибудь определить. Именно мы найдём для неё её личный уголок, где она будет стоять. Я вам её чуть позже покажу. Ну что ж, друзья, приступаем к салатику. Вообще по рецепту получается всего одна порция. Я буду удваивать все ингредиенты, чтобы у меня получилось на две порции. Для этого нам понадобится кукуруза консервированная, тунец, тоже консервированный в собственном соку, кускус, помидоры черри, петрушка, морковка и овощной кубик. Но его нам нужно всего лишь половинку. Сколько всего в пропорциях я вам, как всегда, укажу под видео, поэтому за рецептом заглядывайте в инфобокс. Его я буду делать на термомиксе, но его можно спокойно сделать и без него. Посмотрите, у нас получается вот такой кускус. То есть, вы видите, он полностью впитал весь бульон. И теперь мы его можем перекладывать уже в тарелочку. Далее мы нарезаем уже морковку. Вы можете ее просто нашинковать, как вам нравится, не такими большими кусочками, или же натереть на крупной терке, если вас так устроит. У меня же размельчает морковку термомикс, мне просто нужно по небольшим кусочкам забросить ее туда. Добавляем оливковое масло. Две веточки петрушки мы ее щипаем, и вот эти вот листочки добавляем опять же все сюда. Ее вы можете, конечно же, тоже сами именно нарезать. А у меня сейчас все будет размельчать термомикс. Я вам сейчас сказала две веточки, но на самом деле, поскольку я удваиваю рецепт, то я беру четыре. Не забываем удваивать ингредиенты, если вы делаете больше. Далее у нас идет лимонный сок. Перец по вкусу я не люблю, если у меня салат слишком острый, поэтому я добавляю его совсем немного, лишь для запаха. Вот так быстро все измельчил термомикс. Далее мы нарезаем уже помидоры черри на четвертинки. Теперь я принимаюсь уже добавлять тунец. По рецепту на одну порцию вам нужно всего лишь 60 грамм тунца. Поскольку я удваиваю все ингредиенты, то я беру целую вот такую вот баночку. Здесь в сухом состоянии, если вы сливаете жидкость, которая здесь находится, у вас как раз получается 150 грамм. То есть плюс-минус. И 80 грамм консервированной кукурузы, опять же, без жидкости, которая здесь находится. Здесь у нас 140 грамм, когда мы сольем жидкость. Тоже примерно подходит для нашего рецепта. Все закрываем, и термомикс сейчас это просто быстренько перемешает. Вот эта красота у нас сейчас отправляется в кускус, и мы все вместе тщательно перемешиваем. Если вам не хватает соли, то его можно еще немного посолить. Опять же, по вкусу, как вас устраивает. И салат уже готов. Друзья, у нас получается очень вкусный, быстрого приготовления салат. Для этого нужно было поработать, нарезав лишь помидорки и морковку. Ну и пощипать петрушку, может быть. Затем вы просто отвариваете кускус. Я бы даже не назвала это отваривать, а даете ему просто набухнуть в бульоне, и он у вас уже готов. Вы просто отдельно перемешиваете ваши овощные ингредиенты, добавляете туда оливковое масло, сок лимонный и так далее, солите, может быть, чуть-чуть. И затем все смешиваете, и вуаля! Очень вкусный салатик у нас получается. А теперь я пойду бегать на мою беговую дорожку. И после того, как я пробегусь, я подкреплюсь именно этим салатиком. Итак, друзья, у меня здесь такое странное освещение сбоку. Для начала я вам покажу, как вот это дело все раскладывается, и что мне нужно сделать, чтобы вообще разложить эту беговую дорожку. Когда ты долго не используешь что-либо, то природа берет это в свои объятия. Мне надо, в общем, убрать там вначале паутину, а потом я все разберу. На улице у нас уже вечерело, поэтому свет может быть не совсем оптимальный, но хотела вам показать, как это все тут выглядит. Здесь у меня стоит еще зеркало, там у меня спрятан еще утюг. В общем, я сюда все заставляю, чтобы так что-то не болталось, не валялось где-то и не бросалось так в глаза. Насчет фирмы этой беговой дорожки. Вот, друзья, я сейчас тут еще попыталась смахнуть пыль. На самом деле я сюда даже не рыпаюсь. Я смахиваю пыль, вот знаете, вот на ручках, может быть, здесь иногда. Но вот туда я вообще очень редко лезу. Вот, называется она ProForm, буква О уже отклеилась, 630. Без понятия, что это за бренд, я в этом вообще не разбираюсь, как я уже сказала. Это беговой дорожки уже немало лет. Плюс у тех людей, которые мы купили, она уже тоже стояла парочку годиков. Вот, ну и, собственно, беговая дорожка. Ее вы, конечно же, включаете еще в розетку. И затем для этого у вас, или у нас, имеется вот такой вот ключ. Его можно вставлять хоть так, хоть так. И тогда она включается. Ну и затем вы можете здесь уже выбирать, какую скорость, какой наклон дорожки, и бегать. Здесь еще можно, конечно же, выстраивать какие-то программы, если вы занимаетесь по какой-то определенной. Я обычно бегаю просто так, то есть не выстраиваю здесь себе какие-то маршруты. И регулирую только скорость. То есть наклон какой-то я тоже не делаю. Стараюсь бежать при комфортной для меня скорости. Бегу примерно минут 30. И если я уже очень долго не занималась какими-то спортивными активностями, то такая пробежка своего рода для меня растрясти кости. Вот, и немножечко побыть в движении, потому что я уже вся засиделась. Ну а теперь я поставлю камеру и буду бегать. Плюс, когда я бегу, я смотрю до рамки. Я сюда ставлю себе свой планшет, включаю до рамку и вот смотрю в наушниках. Ну что, друзья, потрясем целлюлитом? Субтитры сделал DimaTorzok На улице уже стемнело, а я превратилась в красный помидор. Но я пробежала 30 минут, полчаса. Очень круто, друзья. Я уже миллион лет не бегала. И делюсь с вами первыми ощущениями после пробежки. Так, доказательства. Пробежала 32 минуты 6 секунд. Ну и под конец уже минутки 2 еще шла быстрым шагом, чтобы не сразу прекращать бег. Вот, смотрела тут свою дорамку. Поэтому я рада, друзья. А пробежала я 3 километра 160 метров, а это круги. Почти 8 кругов я нарезала. Теперь быстренько в душ и подкреплюсь вкусным салатиком, который я уже себе приготовила. Друзья, мне сегодня под вечер пришла еще посылка, которую я заказала себе из H&M. Хотела с вами поделиться ей. Здесь такая вот огромнейшая коробка. Вот, сейчас мы вместе с вами ее откроем и рассмотрим, что там внутри. На самом деле, я там заказала еще постельное белье, поскольку мне захотелось каких-то изменений. Да, и по большей части именно оно занимает здесь место, потому что я заказала два комплекта. Вот, и плюс также кое-что из нижнего белья, но его я вам показывать не буду. И пару топов. У нас уже сейчас поздно вечер, дети уже легли спать, поэтому я надеюсь, что я тут еще в более-менее нормальном состоянии, но все-таки не хотела ждать до завтра. Итак, первый комплект. Это наволочка и пододеяльник. Я заказала их два, да, чтобы для меня и для Саши. Или Саше не надо. Только я буду себе менять постельное белье. Саша, как всегда, меня не слушает. Сидит тут рядом за углом. И не слушает, что говорит жена. Тебя наверняка не слышно, что ты там говоришь. Ты далеко слишком от камеры. Давайте откроем. Сто процентный хлопок серого оттенка. На сайте этот серый оттенок мне показался чуть светлее, а может быть, я просто уже не помню, какого цвета он точно там был. Вот, но вот такое вот постельное белье, мне кажется, неплохое. Мне нравится именно однотонное постельное белье, или если они не такие слишком пестрые, ну или если же у них имеются какие-то узоры, чтобы они были примерно одинаковыми. Знаете, что-то такое ляпистое мне не очень нравится, потому что до этого у меня было много разных разноцветных постельного белья, и мне это как-то слегка поднадоело. Хочется чего-то такого более однотонного, какого-то лаконичного. Мне кажется, это смотрится стильнее, что ли. Я думаю, что должно быть неплохо. Нужно бросить в стирку. Здесь вот наволочка и пододеяльник. Второй комплект имеет бледного или, лучше сказать, даже грязного лавандового оттенка, то есть он, знаете, такой как будто бы затертый, просто не совсем броский. Мне на сайте очень понравился цвет, поэтому я решила тоже его заказать. И, кстати, вот этот вот лавандовый комплект был на 5 евро дороже, потому что, как я посмотрела по составу, это уже биохлопок более органического производства, поэтому как-то так, без каких-либо узоров, однотонного оттенка, поэтому то, что нужно. Итак, друзья, я сейчас вывернула все постельное белье наизнанку, буду еще это стирать. Просто хотела вам показать разницу между этими двумя комплектами. Посмотрите, вот это лавандовое постельное белье, оно стоило, как я уже сказала, на 5 евро дороже. И оно из органического хлопка, и, друзья, это на 100% ощущается. Вот этот обыкновенный хлопок, он более грубый, более плотный, а вот эта ткань настолько мягкая и настолько приятная, я могу себе представить, как круто будет лежать в такой постельке. И плюс должна сказать, что вот у этого комплекта, посмотрите, идут двойные строчки. Это у меня сейчас изнанка, а вот это лицевая сторона. И на наволочках и на пододеяльниках идут вот такие вот по краям двойные строчки. Тоже очень прикольно смотрится, тогда как на вот этом вот простом комплекте этих строчек нет. Да, вот такой вот обыкновенный шов. Обязательно ссылки, очень презентабельно это выглядит, но обязательно ссылки тоже оставлю на эти комплекты под видео. Помимо этого я заказала еще два топа. Вот этот коричневого оттенка я заказала на размер больше, потому что моего размера S не было на сайте. Взяла то, что было, но он мне очень понравился. Он вот с такой вот красивой открытой спиной, то есть он здесь затягивается на завязочках и да. Но что-то мне подсказывает, что он мне все-таки большеватый. Нужно еще примерить. И похожий топ, но уже черного оттенка был в моем размере, поэтому я его тоже захватила. Тоже нужно его померить. Я вот сейчас замечаю, что у них очень тонкая ткань, а такие топы с открытой спиной, посмотрите, заметно тут или нет, черный оттенок всегда очень сложно показать на камере. Он, в общем, тоже с открытой спиной, а это означает, что такие топы носятся в основном без лифа. А если у них тонкая ткань, то все как-то будет слишком чересчур выделяться. В общем, опять же, нужно мерить и смотреть, как это смотрит. Итак, друзья, я померила черный. У меня здесь волосы все взаерошенные, пока надевала топ. Черный топ. И скажу вам со стопроцентной уверенностью, что он поедет обратно. Потому что, ну, это выглядит вообще как-то непонятно. Мне кажется, он мне еще маловат. И плюс, как я уже сказала, ткань очень тонкая, хоть она и двойная здесь, но все равно я не чувствую себя в этом топе комфортно. Вы как бы знаете, да, что я иногда могу позволить себе надеть что-то без лифа, будь это какое-то боди или какой-то топ. В принципе, я здесь не комплексую, но все же этот топ выглядит просто невыигрышно вообще в целом. Поэтому он у меня поедет обратно. Следующий топ мне слишком огромный. Я вот специально здесь так стою, потому что у меня прям такое здесь освещение, что оно очень как-то неудачно падает. Вот, опять же, слишком огромный топ. Спина у него, конечно же, крутая. Но плюс сам оттенок тоже не совсем выигрышный, поэтому мне не очень как-то нравится. Всем доброе утро, друзья! У нас наступил следующий день. Поскольку вчера началась снимать уже после обеда, то сегодня захвачу еще утро, и у нас как раз получится целый полный день. Хотела сейчас поменять воду у своих тюльпанов. Купила их три дня назад. Посмотрите, как они поднялись. Правда, некоторые начинают уже вот так вот сгибаться. Поэтому я сейчас опять обрежу слегка стебельки, поменяю воду, и я думаю, они простоят еще подольше. Один из лайфхаков, который я узнала о тюльпанах, что в воду вы можете добавлять медную копеечку. Я сюда бросила 1 цент немецкий. Это медь, то есть красная копеечка. И тогда они должны простоять намного дольше. Плюс тюльпаны не очень любят много воды. Еще я видела лайфхаки с сахаром, с чем-то еще. Я знаю, что вы сейчас, наверное, тоже начнете писать мне под видео разные лайфхаки, как лучше сохранить тюльпаны подольше, чтобы они постояли. Но если я бросаю копеечку, обрезаю их, меняю воду, то они у меня тоже стоят. Достаточное количество времени. Я могу ими наслаждаться ну, около недели, наверное, точно. Друзья, мне кажется, в локдауне ты задумываешься просто о самом разном. Так же, как я сейчас задумалась о чай-мачо. Я пила один единственный раз чай-мачо в каком-то кафе, и мне очень понравилось. Это такая мягкая альтернатива кофе. Кто не может, например, пить кофе, или кто его не любит, может быть, но этот чай все равно должен держать вас бодреньким, так же, как кофе. Просто его действие наступает не так резко, как от кофеина. И поэтому многие переходят на альтернативу мачо. И поэтому я сейчас заказала себе вот такой вот набор на Амазон. Ссылку на него тоже могу под видео оставить. Просто ради интереса. Смотрите, здесь в наборе шла и вот такая вот специальная ложечка. Затем вот такой венчик бамбуковый, по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы размешивать мачо. Поскольку это порошок. Вы насыпаете в чашечку этот порошок в воду и затем венчиком все взбиваете. Вот такая вот чашка тоже даже шла в этой посылке. Все это один комплект. Там они имеются разных цветов. Я вот взяла такую классическую белую. Мне кажется, по рецепту получается не так много чая, поэтому в интернете я нашла другой с большими пропорциями. И сейчас я, наверное, приготовлю впервые сама себе мачо-чай. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои дорогие, я приступаю уже завтракать. Сегодня на завтрак сделала себе овсяна блин. Уже давным-давно его не делала, соскучилась. Рецепт есть у меня в сохраненных сторис в инстаграме, который называется PP-еда. Можете туда заглянуть. Сегодня я сделала вот этот у меня поломался, к сожалению. Здесь у меня Филадельфия и лосось. Ну а что касается мачи, я не знаю, склоняется ли это слово в русском языке, то должна сказать, что неплохо, по вкусу неплохо. Чувствуется очень-очень легкая терпкость зеленого чая, но все равно вкусно. Мне понравилось. Вот я добавила сюда еще миндальное молоко, как вы могли уже видеть. Плюс совсем чуть-чуть сиропа агавы, чтобы подсластить этот напиток. Мне нравится. Если потренироваться, то будет вообще круто. Поскольку молоко миндальное, то оно не вспенилось так, как нужно. Я думаю, если вы сделаете это на коровьем молоке, то получится вообще классная пенка. Ну а я, друзья, вот на таком замечательном завтраке буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы были со мной. И мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моих следующих видео. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok